Теорему о соотношениях Здравствуйте, ребята! Мы с вами продолжаем работать по теме неравенства треугольника. Сегодня на уроке мы будем применять теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника и неравенства треугольника при решении задачи. Так, на прошлом уроке мы познакомились со следующей теоремой. В треугольнике против большей стороны лежит больший угол, и наоборот, против большего угла лежит большая сторона. Так, если будет известно, что сторона АС больше стороны АВ, то, соответственно, угол А будет больше угла С. И рассмотрели неравенство треугольника. Каждая сторона треугольника меньше суммы длин двух других сторон. То есть сторона АВ меньше суммы длин сторон ВС и АС, сторона ВС меньше суммы длин сторон АВ и АС, и сторона АС меньше суммы длин сторон АВ и ВС. Так, рассмотрим решение следующей задачи. В треугольнике АВС угол В – тупой угол, а АД является бисектрисой данного треугольника. Нам необходимо доказать, что сторона АД больше стороны АВ. Так, построим треугольник АВС с тупым углом В. В данном случае нам известна бисектриса данного треугольника АД. Значит, это бисектриса, исходящая из вершины угла А. И бисектриса делит угол А на два равных угла. Нам нужно доказать, что сторона АД больше стороны АВ. Так, рассмотрим треугольник АВД. В этом треугольнике против угла В лежит сторона АД, против угла Д лежит сторона АВ. При этом нам известно, что угол В – это тупой угол. Значит, треугольник АВД – это тупоугольный. Треугольник и угол В – это наибольший из данных углов. Так как мы знаем, что в треугольнике не может быть больше одного тупого угла. Соответственно, против большего угла лежит большая сторона. Значит, сторона АД будет больше двух других сторон. А нам нужно доказать, что сторона АД больше стороны АВ. А против угла Д мы сказали, что лежит сторона АВ. Соответственно, мы и делаем вывод о том, что сторона АД будет больше стороны АВ, что и требовалось доказать. Рассмотрим решение следующей задачи. Так, нам дан некоторый треугольник КМН, в котором углы К и Н равны. Известно, что в этом треугольнике проведена высота МН к основанию КН. И на этой высоте отмечена некоторая точка Д. Нам необходимо доказать, что треугольник КДН – это равнобедренный треугольник. Запишем, что нам дано. Треугольник КМН. Угол К равен углу Н. МН – это высота. Причем точка Д принадлежит высоте МН. И докажем, что треугольник КДН – равнобедренный треугольник. Рассмотрим треугольник КМН. Этот треугольник является равнобедренным треугольником, так как по условию известно, что углы К и Н равны. Тогда, если мы рассматриваем высоту МН, мы можем сделать вывод о том, что эта высота является одновременно и медианой, так как по свойству равнобедренного треугольника бисектриса, исходящая из вершины треугольника на основании, является одновременно медианой и высотой. Значит, если МН – это медиана данного треугольника, значит, отрезки КН и Н равны. Теперь мы рассмотрим треугольники КДН и НДН. В этих треугольниках нам известно, что КН равно ХН, угол ДН равен углу ДНК, и сторона ДН – это общая сторона этих треугольников. То есть у нас есть три пары равных элементов, по которым мы делаем вывод о том, что треугольники КДН и НДН равны. Причем равны они по первому признаку равенства треугольников, по двум сторонам и углу между ними. Но так как равны эти треугольники, то и соответствующие элементы этих треугольников будут равны. Значит, сторона КД будет равна стороне НД, и угол ДКН будет равен углу ДНН. Соответственно, мы имеем треугольник, у которого два угла равны. Значит, это равноведренный треугольник. То есть треугольник КДН равноведренный, что и требовалось доказать. Рассмотрим решение следующей задачи. Нам сказано по условию, что две стороны равнобедренного треугольника равны 3 сантиметрам и 8 сантиметров. Нам необходимо определить длину основания данного равнобедренного треугольника. Так как нам дан равнобедренный треугольник, и при этом мы не знаем, какие стороны боковые и основания, то мы рассматриваем два случая. Первый случай нам дан треугольник АВС с боковыми сторонами равными 8 сантиметрам и основанием равным 3 сантиметра. Но чтобы выяснить, существует ли такой треугольник, мы должны воспользоваться неравенством треугольника, то есть проверить три данных условия. Проверяем первое условие. То есть сторона с длиной 8 должна быть меньше суммы длин сторон 3 и 8 сантиметров. То есть мы видим, что 8 меньше 11. То есть это верное неравенство. И рассматриваем следующее неравенство. Также 8 должно быть меньше 11. Верное неравенство условия выполняется. И рассматриваем теперь третью сторону. Третья сторона с длиной равной 3. 3 меньше 16. Также верное неравенство, значит, треугольник с боковыми сторонами 8 см и основанием 3 см существует. И основанием в данном случае является сторона АС с длиной 3 см. Теперь нам необходимо рассмотреть и второй случай, когда, предположим, нам дан некоторый равнобедренный треугольник АВС с боковыми сторонами АВ и ВС. И теперь мы рассмотрим боковые стороны с длиной 3 см, а основание с длиной 8 см. И проверим, существует ли треугольник с длинами соответствующих сторон. Так мы воспользуемся неравенством треугольника. Значит, сторона с длиной 3 см должна быть меньше суммы длин сторон 3 см и 8 см. То есть 3 меньше 11. Это верное неравенство. Соответственно, мы проверяем второе неравенство. 3 также меньше 11. Верное неравенство. И третье условие. 8 должно быть меньше 6. Но мы видим, что это неравенство не является верным. То есть одно из трех условий не выполняется. Соответственно, равнобедренного треугольника с боковыми сторонами 3 см и основанием 8 см не существует. Тогда при заданных условиях основание данного равнобедренного треугольника будет равно 3 см. Выясним, существует ли треугольник, у которого одна сторона меньше на 5 см, чем вторая сторона, и на 2 см меньше третьей стороны. И периметр данного треугольника равен 16 см. Итак, периметр треугольника – это и есть сумма длин всех сторон. И периметр равен 16 см. Также нам сказано, что первая сторона связана со второй стороной и с третьей стороной. Причем первая сторона на 5 см меньше второй стороны. Рассмотрим сторону АВ как первую сторону. Если сторона АВ меньше стороны ВС на 5 см, значит ВС будет равна АВ плюс 5. Теперь сторона АВ меньше стороны АС на 2 см, значит сторона АС – это и есть АВ плюс 2. Тогда по формуле периметра треугольника мы можем составить равенство. АВ плюс АВ плюс 5 плюс АВ плюс 2 равно 16. Упростим левую часть данного равенства, и мы получаем уравнение 3АВ плюс 7 равно 16. Значит, 3АВ будет равно 9, и сторона АВ равна 3 см. Теперь найдем длинный сторон ВС и АС. Нам сказано, что сторона ВС на 5 см больше, чем сторона АВ. Значит, ВС равна 8 см, а сторона АС на 2 см больше стороны АВ. Значит, сторона АС равна 5 см. Теперь нам нужно проверить, а существует ли такой треугольник. Проверяем мы по неравенству треугольника. Но при этом мы можем заметить, что сумма длин сторон АВ и АС равна 8. То есть равна одной из сторон треугольника. Не выполняется, соответственно, треугольника с заданными условиями не существует. Выясним, могут ли стороны треугольника относиться как 2 к 3 и к 4. Рассмотрим некоторый треугольник АВС, и нам дано отношение сторон. Сторона АВ относится к стороне ВС как к стороне АС, и это отношение, соответственно, выражено 2 к 3 и к 4. Так как нам дано отношение, введем коэффициент пропорциональности. И сторону АВ мы обозначим за 2К, сторону ВС мы обозначим за 3К, и сторону АС обозначим за 4К. А теперь проверим, существует ли треугольник с заданными сторонами по неравенству треугольника. Так, сторона АВ должна быть меньше суммы длин сторон ВС и АС. То есть 2К должно быть меньше, чем 3К плюс 4К. Мы видим, что 2К меньше, чем 7К. Соответственно, условие выполнено. Далее, сторона ВС должна быть меньше суммы длин сторон АВ и АС. То есть 3К должно быть меньше, чем 2К плюс 4К. Мы видим, что 3К меньше, чем 6К. Также условие выполнено, так как мы получили верное неравенство. Теперь сторона АС должна быть меньше суммы длин сторон АВ и ВС. Так, 4К должно быть меньше, чем 2К плюс 3К. 4К меньше, чем 5К. Соответственно, все три неравенства выполняются. И мы говорим о том, что треугольник, у которого стороны относятся как 2 к 3 к 4, существует. Рассмотрим следующую задачу. В треугольнике АВС АВ равна 4 см, ВС равна 5 см, а АС равно 6 см. Нам необходимо сравнить углы треугольника АВ и С. Так, если мы рассмотрим некоторый треугольник АВС с соответствующими сторонами, АВ равна 4, ВС равна 5 и АС равна 6. Так, мы видим, что в данном случае сторона АС – это наибольшая из сторон данного треугольника. Значит, сторона АС больше стороны ВС и больше стороны АВ. И теперь сравниваем углы. Против большей стороны лежит больший угол. Против стороны АС лежит угол В. Против стороны ВС лежит угол А. И против стороны АВ лежит угол С. Соответственно, мы получаем следующее неравенство. Угол В больше угла А и больше угла С по теореме о соотношениях между сторонами и углами треугольника. Таким образом, сегодня на уроке мы с вами применяли соотношения между сторонами и углами треугольника, а также неравенство треугольника при решении задач. На этом наш урок завершен. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok